Музыка Медмедь или медведь? Медведь, да? Ведмедик украинской малой. Да, это Мишка, медведь. Вам нравится он? Видите, какой улыбчивый, лапкой вам машет. А что мы знаем о медведе? Они большие или маленькие? Медведи. Взрослые медведи могут быть большими, но у них детки маленькие, да? Медвежата, да. А они бывают какого цвета? Бывают белые. Вот смотрите, какие. Да, бывают белые. Белые где живут? Где? В Антарктиде. Там, где холодно и много снега, и почти всегда снег, да? Там, где пингвины. Да, пингвины там тоже есть. Еще тюлени там живут, да? Да, и вот есть такие беленькие, а есть черненькие, есть коричневые. Вот смотрите, какие. Ух, пушистые. Лапки у них такие большие. Видите, они могут и зимой ходить этими большими лапками по снегу. Летом они вот этими когтями большими могут выкапывать с земли корни разные, которые они кушают. Они могут собирать ягодки. Они могут... Что еще кушать? Что медведи кушают? Малину? И смородину? Да, могут и смородину, и рыбу могут. И мед они любят. У них даже в названии, смотрите, медведь. Что там есть? Медведь, да? Да, могут рыбок кушать, могут маленьких животных ловить, могут даже больших животных словить. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, что они вот больше всего любят кушать? Мед? Ну да, мед, конечно, он вкусный, но его не так много в лесу. А что же они кушают? Вот что больше всего они любят? Рыбу? Ну, рыбу тоже не везде найдешь. Они ведь где живут? В лесу? Да? И не возле каждого леса есть речка. А в лесу что можно найти? Можно грибы найти. Можно еще найти много ягодок. А еще они очень любят всяких жучков и червячков. А где жучки и червячки живут? Ну, и в земле живут, и ползают по земле, по растениям. И вот медведи больше всего любят ягодки и жучков, и червячков. А потом уже, если попадется им рыбка, они и рыбку могут съесть. Да, и мед, конечно, обязательно мед тоже едят. И могут других животных ловить. Скажите, пожалуйста, а медведи, они худенькие или толстенькие? Бывают худенькие? А когда они худенькие? Толстенькие? А толстенькие они когда? Они весной худенькие, а осенью они становятся толстенькими. А почему они толстеют? Потому что много кушают. И вы знаете, их основная работа – это кушать, 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 много кушать, кушать, кушать. Знаете, зачем? Потому что зимою нечего кушать. А зимой медведи что делают? Рыбу ловят. А ну, кто знает, что медведи зимой делают? Мед. Нет, нету меда. Что делают? Черячков едят. Но я не спрашиваю, что они кушают зимой. А что они делают зимой? Спят. Правильно. Квитана знает, что они спят. А вы когда спите, вы можете и спать, и кушать одновременно? Нет? А вот мой маленький Алеша может и спать, и кушать в одно и то же время. А вы уже старше, вы не можете и ложку держать, и спать. Так вот и медведи, они когда спят зимой, потому что нет, нечего кушать, и Бог их научил зимой спать, чтобы они с голоду не умерли за зиму, они спят. И все те жирки, которые у них наросли за лето, потому что они много кушали, 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 они за зиму все потихонечку тратятся мишкой. И он становится к весне худеньким, тоненьким. И снова все лето он будет что делать? Кушать, 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 чтобы зимой ему было хорошо спать, тепло, и не нужно было кушать, кушать, кушать. Потому что зимой нечего кушать, да? Вся природа спит зимой. Почему я вам эту историю рассказываю, детки? Вы знаете, вот когда вы каждый день встаете утром, проходит день, вечер наступает, вы ложитесь спать, и снова новое утро наступает, и мама с папой вас учат быть послушными. Каждый день быть послушными, правда? Да. Вот вы утром встаете, что мама говорит вам? Правильно, доброе утро. А потом, какое она задание вам дает? Умываться. А это правильно умываться? Да. А постель застилать, это правильно? Да. Да, мама тоже говорит, застели постельку. А потом она говорит, иди кушать, 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 да? Да, днем она вас учит быть чистенькими, опрятными, послушными. А почему она все это делает, детки? Так. Так, надо много всего сделать, чтобы было чистенько и хорошо, да? И вот мама это все вас учит, чтобы вы выросли добрыми, хорошими, послушными и родителям, и Господу. И вот если вы каждый день будете послушными, будете стараться делать, как мама, то когда придет Христос, вы будете какими? Послушными, вы будете воспитанными. Вот как Мишка готовится все лето, чтобы встретить зиму, так и вы каждый день, будучи послушными, готовитесь, чтобы, когда придет Христос, Он мог взять вас в небесный дом. И вы там могли с Ним всегда, всегда, всегда жить. Для того, чтобы было так, нужно какими быть? Послушными, молодцы. Взрослым это тоже урок, да? Если мы каждый день послушны Господу, то когда Он придет, Он обнаружит, что мы послушные, воспитанные. И Он с радостью сможет взять нас в свой небесный дом. Хорошо? Будьте послушными, детки. Садитесь на свои места. Садитесь на свои места.